Пророк сказал, что от пророчества ничего не осталось, кроме того, что приносит благую весть. «А что это, о посланник Аллаха?» – спросили сподвижники. И пророк ответил, что это вещий сон, который видит человек. Этим вестям человек радуется, бывает довольным и не обманывается. Посланник Аллаха, саллиллаху алейху ассалям, рассказал о том, что сны, которые видит человек, делятся на разные виды. Бывают устрашающие сны от шайтана, которые печалят человека, некоторые вещи, которыми шайтан желает напугать. Второй вид снов – это когда человек решил выполнить какие-то дела, потом он видит их во сне. Человек занят размышлением о чем-то, думает о том, как и что сделать, а после, когда ложится спать, он это видит во сне. Возможно, что и немного в другой форме. К примеру, человеку предстоит встреча, потом он видит сон, как одни моменты связываются с другими. Эти вещи находятся в уме. Третий вид – это вещий сон, как об этом сказал посланник Аллаха, саллиллаху алейху ассалям. Благой праведный сон – от Аллаха, а плохой сон – от шайтана. Плохие и пугающие сны в большинстве случаев исходят от шайтана. А сон, в котором бывает указание на что-то, радость, аспект, вызывающий внимание, то это от Аллаха, желающий радость этому человеку или обещание. Пророк, саллиллаху алейху ассалям, сказал, ближе к судному дню сон человека не будет лживым. Праведный сон. И как вообще человеку узнать, что сон – вещий? Или какой метод использовать, чтобы увидеть вещий сон? Во-первых, посланник Аллаха, саллиллаху алейху ассалям, указал на то, что праведные сны снятся говорящим правду, тем, которые не лгут. Это в большинстве случаев признак праведного сна. Также тот, кто отходит ко сну в ритуальном умовении, употребляет дозволенную пищу, поминает Аллаха перед сном. В таком случае большинство его снов бывают вещами. Некоторые люди преувеличивают в вопросах сна. Сейчас существуют телевизионные каналы, где рассказывают о толкованиях снов. И на радио. Есть и отдельные сайты в интернете. Много людей обращаются к книгам, где толкуются сны. Некоторые люди прям живут этими снами. Что бы ни увидели во сне – апельсин, жёлтый цвет, змею, солнце, луну, как люди проходят, машину, много вещей. И что бы ни увидели, спешат к толкованию этого. Забивают мысли этим. Человеку не надо придавать этому значение, кроме как в тех снах, в которых вызывается бдительность в делах религии или взаимоотношений. В таком случае можно пойти к тому, кто толкует сны. Это важный момент, кто толкует сны. Каждый, к кому обратились, может толковать сны. Сегодня люди, каждый приступает к толкованию сна. Толкование сна – это знание, потому что пророк, саллиллаху алейху ассаляма, сказал, «Сон привязан к лапке птицы, до тех пор, пока тот, кому он приснился, не расскажет его. А когда он расскажет его другому, он упадёт, то есть может не сбыться. Разумный человек станет рассказывать свой сон только умному, проницательному, который желает ему добра. Сны, в которых благая весть, надо рассказывать только тому, кто любит тебя». Пророк Якуб, алейиссалям, сказал своему сыну Юсуфу, алейиссалям, «О, сын мой, не рассказывай этот сон своим братьям, а не то они замыслят против тебя дурное, потому что сон, в котором содержится благая весть, может кому-то другому открыть врата зависти, поэтому человек должен знать, кому можно рассказывать сон и кто ему растолкует сон, чтобы приобрести благо. Если человек никому не расскажет свой сон, то в этом нет проблем, это не причинит вреда, но если рассказать плохому человеку или ему плохо растолкуют его, то это будет плохим поступком по отношению к себе. Иногда человек видит устрашающий сон, кошмар и испуганно просыпается. Пророк, алейиссалям, нас обучил, что человеку, которому приснился кошмар и испуганно проснулся, ему следует поплевать влево три раза и попросить защиты у Аллаха от зла этого сна и от зла шайтана. Пророк, алейиссалям, сказал, оно не навредит, и на этом все. Некоторые люди, если увидели кошмар, бывают обеспокоены этим, а Пророк, алейиссалям, сказал, что если так поступить, это не навредит. Второй момент, которому обучил Пророк, алейиссалям, в подобном случае, это не рассказывать никому плохой сон. Если приснится плохой сон, никому не рассказывай и забудь об этом полностью. Опасным моментом является ложь человека, рассказывая сон. Пророк, алейиссалям, рассказал, тот, кто лгал, что видел какой-либо сон, а он не видел этого, будет завязывать узел из двух волос и не сможет сделать это. То есть такой человек будет мучиться от наказания долго, подобно тому человеку, который пытается завязать узел из двух волос. Как человек сможет сделать это? Самое великое, что может увидеть человек во сне, то это посланника Аллаха, алейиссалям, потому что он сказал, как это передано в Сахихе, «Кто увидит меня во сне, тот увидел меня наяву». Поистине, шайтан не может принять мой облик. Увидеть во сне Пророка, алейиссалям, это истина. Шайтан не может принять его облик. Это особенность посланника Аллаха, алейиссалям. Когда мы последуем его сунне, будем скучать по нему, любить, желать его увидеть, то Аллах нас этим возвидичит. Пророк, алейиссалям, рассказал о братьях, которые будут после, которые уверовали, не увидев его. Я скучаю по ним. Я и вы действиями, поступками желаем и страстно увидеть посланника Аллаха, алейиссалям. Я прошу Аллаха возвидичить меня и вас, позволив увидеть посланника Аллаха, алейиссалям, во сне и наяву в этом мире и в потустороннем.